Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Наверное все любители сладенького алкоголя хоть раз в жизни пробовали самбуку. Ликер подачи которого сопутствует такое определенное фаер-шоу и небольшая даже интрижка. Но мы его с вами устроим. Самбука достаточно крепкий ликер, крепостью от 42 до 45 градусов. И сегодня я вам расскажу как приготовить не самбуку, а домашнюю самбуку. То есть это самбукой назвать нельзя, потому что это не совсем правильная технология. Но это ликер, который по вкусовым качествам будет максимально приближен к той самбуке, которую вы пробовали. Так как самбука имеет крепость 42-45 градусов, то я взял нам понадобится в первую очередь спирт. Я взял питьевой спирт, который получил из сахарной браги и разбавил его до спиртуозности 55 градусов. Можно сделать и из водки, но дело в том, что мы его еще будем разбавлять сахарным сиропом, поэтому спиртуозность понизится. Если делать из водки, вкус вы сможете повторить, но вот этого эффекта поджигания, эффекта горения, к сожалению, не будет. Итак, 1 литр спирта, разведенного до спиртуозности 55%. Далее на литр спирта нам понадобится 50 грамм аниса и цедра. Вообще можно использовать сушеную цедру, но сушеной цедры у меня не было, поэтому я использую обычную свежую цедру. Исходя из сушеной цедры, по 2 грамма лимонной и апельсиновой цедры. А, и я говорю про сахар? Нет. Вот, тростниковый сахар. Еще одна обязательная. Это не майонез, не горчица, не подумайте. Это тростниковый сахар у нас в таких упаковках. Вообще, конечно, ну как по мне, так это чушь в упаковке из-под майонеза продавать тростниковый сахар. Но так он продается. Итак, друзья, сейчас скажете опять, что я много болтаю. Отправляем анис в наш спирт, сюда же цедру, лимона и апельсина и в темное место на 2 недели настаиваться. Уже пахнет зомбукой. В темное место на 2 недели настаиваться. Раз, два, три дня проводите вот такую вот операцию, взбалтывайте. Как там говорил Джеймс Бонд, взбалтать, но не перемешивать или наоборот перемешать, но не взбалтывать. Ну, короче, мы взбалтываем. Друзья, до встречи через 2 недели. Итак, настойка готова. Теперь нам надо провести 2 операции. Первая, это настойку процедить. Я использую фильтры для кофевара капельного типа. Через них классно процеживается. Конечно, для того, чтобы получить оригинальную самбуку, эту настойку сейчас лучше всего было бы прогнать через дистиллятор. Но мы готовим максимально похожий ликер. Дальше. Коричневый тростниковый сахар. Стакан сахара. Заливаем полстакана кипятка. Полностью растворяем и охлаждаем до комнатной температуры. Если сахар не растворится вот так вот в кипятке, значит, можно еще подогреть его, но не кипятить. Кипятить сахар не нужно, потому что у меня свет погас. Так вот, кипятить сахар не нужно, то есть нагревать его лучше до температуры не выше 70 градусов. Иначе в нем образовываются канцерогенные вещества. Вот немножко он не до конца. Слушайте, друзья, так пахнет вкусно. Вообще фантастика. Не до конца растворился. Сейчас подогрею его на плите, дорастворю. И после этого даю ему охладиться до комнатной температуры. В это время процеживаю сам ликер от вот этой мезги, на которой он настаивался. После того, как сироп остыл, переливаем его в любую посуду. Вкусненько. Почти как мед. И заливаем напитком. Отфильтрованным, естественно. Здесь еще вымою остатки сиропа. Вот. И все это, друзья, отправляем настаиваться дня на 3-4, а лучше на недельку. После этого будем дегустировать. Пахнет как настоящая самбука. Интересно, как получится на вкус. Ну, собственно говоря, мне не интересно. Я вам расскажу, как получится. Я уже знаю, как получится. Так, друзья, самбука отдыхала неделю. Можно ее разливать. Но прежде оформим бутылки. Я печатаю на обычном домашнем принтере черно-белом вот такие вот этикеточки. Шаблон для этикеточки найдете в описании видео. Пустой. Здесь написано домашняя винокурня Первоченко и самбука домашняя. А вы в этот шаблон сможете вписать все, что душе угодно. И просто потом печатаете на самоклеящейся бумаге и наклеиваете. Можно и на цветном принтере печатать, если у кого есть. Как пахнет потрясно. Разливаем самбуку по бутылкам. И вот мне задали вопрос, а чья у тебя самбука коричневая? А самбука не только коричневая. В смысле, не только белая бывает. Она бывает и коричневая, бывает и красная. И даже голубого цвета самбуку я видел. Но мы же делаем не классическую самбуку, а ликер под самбуку. Действительно, по вкусу он очень похож на самбуку. Ну, в общем, если вы приготовите, вы точно попробуете. И поймете, что истинная правда, так сказать. Такой ликер получился. Классный, тягучий, настоящий ликер. Ну и настало время продегустировать. Попробую по классическому методу. Салфетка жесткая такая. Надо было обычную салфеточку взять. Я для красоты решил взять цветную. Трубочку сюда фиг вставишь в эту цветную салфетку. Ну и в завершение попробуем продегустировать по классическому методу. Трубочка с салфеткой, кофейные зерна. Бокальчик, чуть-чуть самбуки. Вот, загорится она или нет. Загорелась еще как. Отлично. Просто отлично. Какая красота. Ого, как горит. Я даже не ожидал. Переливаем самбуку сюда. Это вот так вот. Тухни уже и не потушишь. Ваше здоровье, друзья. Доедаем кофейным зернышком. Настоящая самбука. По вкусу реально настоящая самбука. И для близзиру вдыхаем пары. Чудо. Ликер получился точной копией знаменитого итальянского ликера самбука. Ну и с удовольствием я вам представляю рецепт. Попробуйте приготовить. Вам точно понравится. Единственное отличие здесь это цвет. По вкусу я никаких различий не почувствовал. Но если есть любители самбуки, приготовьте и напишите в комментариях, отличается ли вкус. По-моему, вкус идеально по-доброму. Друзья, надеюсь, что видео будет вам полезно. И домашний ликер по, как сказать, похожий на самбуку вам понравится. Вот так вот будет правильно. Но не могу его назвать самбукой, потому что будет отдельное видео с помощью джин-корзины. И где-то поближе к лету приготовлю именно настоящую самбуку по оригинальному рецепту. А пока ликер похожий на самбуку, но тоже очень вкусный. Лайкосики жду от вас, подписку. Ну и, естественно, мы готовим для вас новые интересные видео с Ларисой. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.